Это настоящая проверка на выносливость. Актерская игра до седьмого пота. Так работать прежде не доводилось. Сложнейшие либретто, рассчитанные для оперных певцов, теперь мастерски исполняют солисты новосибирской мускомедии. В театре говорят, это третья жизнь Холопки. Первая была литературной, когда в 1929 году композитор и музыкальный критик Николай Стрельников побился об заклад на несколько ящиков шампанского, что напишет оперетту а-ля Кальман. Спор был выигран. За 80 лет своего существования спектакль обошел все музыкальные сцены России и стран бывшего СССР. А в 60-е годы выходит в свет киноверсия оперетты под названием «Крепостная актриса», которая сразу становится лидером кинопроката. В 21 веке красивая история про любовь вновь актуальна. Каждый человек свободен только в своем творчестве, в любви, в своих желаниях и в реализации этих желаний. Но мы все свободны и несвободны одновременно. То есть каждый решает эту проблему, вынужден решить только сам. В этой постановке нет статичных поз, а есть действия, драматическая игра исполнителей, где каждый шаг оправдан не только музыкой, но и словом. Несмотря на сложность, в театре решили сделать ставку на молодых артистов. И не прогадали. Именно они внесли в спектакль ту долю иронии, которой так не хватает произведениям, написанным в конце 20-х годов. Без чувства юмора здесь ничего не получится. Не получится ни сказки, ни настроения. Если это все играет серьезно, то тогда не получится веселый спектакль. Этот спектакль заявлен как новогодняя премьера. Все 150 костюмов практически от кутюр. Стилизация под «Гжель» только усиливает впечатление зрителей, что они попали в сказку. Мы постарались сделать, чтобы этот спектакль был как можно более ярким, как можно более праздничным, как можно более таким вот сказочным, потому что вот такой вот флер какого-то такого, если не сказки, то какой-то фантазии. Он, конечно же, витает в нашем спектакле. Холопка решает для новосибирской мускомедии проблему почти ученическую – приобщение зрителей к романсам и операм 19 века. Будут здесь и подлинные напевы русских и украинских народных песен, медленный вальс и лирические мелодии в стиле Кальмана. Спустя почти 50 лет спектакль вновь готов к своему триумфальному возвращению на новосибирскую сцену. Марина Аверин, Олег Кролевец. События. 55-я широта.